Я вернулся. Привет, Дзев! Эмилий тем временем спрашивает, будет ли тот же персонаж или какой-то новый класс. Что-то новое будет обязательно. Никогда не паникуй, это уже давно было написано. Так, ну в целом правильно, да. Основная ошибка моя была в том, что я реально начал действовать слишком поспешно. И в ситуации, когда меня начали окружать, я перестал думать, я начал пытаться просто быстро выбраться. И быстро делать тут ничего делать нельзя. Сэйвэт Геймс, говорит Диметриус. Ну да, я вне стрима играл персонажем Визардом Гаргули, и чё. Так, дайс не плачь. А что, я плакать должен? Лол. Снова тот же, так я видел. Давай за кентавра-лучника. Кентавра мне не нравится. Играть за лошадь как-то не очень, знаете ли. Давай быстрый заход спринт. Да, кстати, согласен, Нерлок. Спринт какой-нибудь поиграть, это очень хорошо. С удовольствием поиграем. Каменная статуя стоит посреди безликой бездны, разъедаемой мутациями и хаосом. Одинокая, среди безликих демонов. И ей не удалось спасти этот мир. Она стала памятником однажды. И однажды герой найдёт её. Вспомнит историю доброй статуи, которая попыталась спасти мир. Но её никто не найдёт. Она в бездне где-то там сгинула. Безда постоянно меняется. И мы вместе с ней. Котейка тут мне мешается. Тоже хочет, видимо, немножко поучаствовать в стриме. А может и нет. Может проголосуем, говорит Рейгун. Нет, голосование это для всяких отсталых стран. А у нас нормальная, демократичная страна. Мы без всяких голосований не так знаем, кто у нас должен быть следующим персонажем. Давайте действительно спринт какой-нибудь выберем. У нас есть множество разных спринтов. Красная Сони, которую я уже пробовал. The Wild Keep of Menkaure. Так, это что-то магическое определённое. The Ten Rune Challenge. Соревнование 10 рун. Head Cosmode Dash. Ziggurat Sprint. Ziggurat Sprint я тоже был. Я помню, создавал Минотавра, который как раз в спринте Ziggurat пытался. Давайте посоветуйте мне кто-нибудь, кто проходил вот эти спринты. Вообще, что они из себя представляют. Я только помню Red Sonja и Ziggurat Sprint. Больше ничего. Какой из них действительно интересен? И за какой стоит? Ну, в смысле, просто за какой стоит. Что такое спринт? Спринт это просто небольшой такой сценарий, который содержит менее рандомизированную карту. То есть, какой-то определённый уровень или набор уровней, которые нужно пройти подготовленным персонажам. Те, что-то на старте даётся. Возможность там шмотки какие-то получить. Левел, опыт. Или божество из алтаря сразу же. Давай, чёрточки, интригует. Согласен, интригует. Деодример говорит, лови донат. Спасибо тебе. Я обязательно посмотрю. У меня никаких программ не настроено, которые позволяют прямо на стриме донат ловить. Так что, потом посмотрю. Но в любом случае, спасибо. Да любой выбери, надо же всё опробовать, говорит СВМ. Да, надо. Ну, вот Акела тоже за последний. Мякушка говорит, со мной не поздоровались. Боль. Ну, привет тебе. Что уж там. Чёрточки, это туннель. Давайте в туннель пойдём. Окей. Кем будем идти? Бенненький, бенненький, еле спригана. Хочу спригана. Нет. Орка. Орка сильный. Орка побеждать. Орка... Берсеркера. С топором. Голенький такой, посмотрите. В одних шкурах каких-то. Орка пошла на бой. А, что это нас так пробивают-то? Не успел уже зайти. Нас пробивают. Какая-то жесть. Всегда бери что-то новенькое. Стараюсь, стараюсь. Девятый спринт это коридорная локация. Да, я вижу, что это коридорная локация. Орка секси? Ага. Хи секси, хи зноют. Ю дай. Неплохой забег получился, я бы сказал. Прям вообще то, что надо. Жесть просто. Не, я хочу ещё. Мне понравилось. Дракониана. Фаер-элементалиста. И в этот раз и вверх идём. Что у нас из-за скиллов есть? Флеймтонг. Есть сразу же второй левел. Скиллы на четыре. Я забываю, что нужно скиллы поправить. Так, скиллы на мануальный режим сначала перевозим. На ручную коробку передач быстренько. Хоп. Что нам нужно? Нам нужно выживать. Просто реально выживать нужно. Доджинг, файтинг. Это хорошо. Спилкастинг. Даже файтинг с доджингом. Ну, файтинг в приоритете просто. Конжурейшн. Вырубим. Стелс вообще нафиг не нужен. Фаер-мэджик. Четыре и два уже есть. Вырубим. Спилкастинг немножко. Что у нас с заклинаниями? Сейчас провало и голод. Хм. А, да, я забыл сменить имя еще персонажа. Окей, сменим обязательно в следующий раз. Ну, серьезно ли, что происходит зато вообще? Будет сложно тут убивать, потому что маны нету. Фу. Разделываем на еду. Еще можно было бы выбрать там какого-нибудь божества. Вот это было бы хорошо. Вот таких глаз, как у драконины. Не хватает горгулей, говорит Йори. Таких горящих красным, да? Кого нужно убивать? Змейку, наверное. Языком нужно убивать. Огненным. Огненным. Надо было убивать, конечно, огненным языком. Теперь я отравлен. Тут всякие хоп-гоблины страшные. Третий уровень. Стрэншин, тайнта, конечно же. Топорик нашли. Отлично. Теперь у нас есть оружие. Проклятый, минус три. Ха-ха-ха. Какой печальный топор вообще. А у нас же какой-то есть бонус. Так, так, так. Что у нас есть? Чешуя. Угу. И мы хладнокровные. Ясно. Я думаю, у нас какие-то когти. Там есть дракония. Вот бы Фростболт. Ну да. Что из магии у нас есть? К чему плюсы? Да ни к чему вообще. Драконин фаермейш называется. Конжур флейм. Неплохо. Троу флейм тоже хорошо. Конжур флейм. Что у нас с провалом и шансом каста? Фигово. Сплкастинг для четырех хотя бы доберем. Потом будем фаермэджик немножко вкачивать. Тут конжурейшн и фаермэджик нужны. О, наконец-то. Зин. Шайнинг Уэн. Кику. Ирдарм Нул. Ксом. Вихумет. Вот Вихумет это наш выбор. You can go down here. Ну да. Хотя тут нельзя свалиться в пропасть. Вихумет. Оно все плевается. И теперь он становится нашим божеством. Отлично. Вихумет имеет бонусы. Какие-то... Где у нас религия? Обзор религии вообще. Можно глянуть где-нибудь? Из Плей Релиджин. Скрин. Во. На галочку вверх. Пока что никаких у нас сил нету, которые Вихумет мог нам давать. Но потом будут обязательно. Случай двери будет лут, говорят. Слушайте, серьезно? А почему я не подбираю он еще? О, автопикап включили. Зи, блинг. Став оф энерджи. Офигеть. То, что нужно. Хули врав. Да все беру вообще. Да, эти два, как говорится. А, на мою рептилийскую голову это не налезает. От ботинки налезают. Кольчушка чейнмейл нам не нужна. То, что она не даст нам кастовать. Кольцо плюс эвэйджин плюс дик 7. Хорошо, берем. Сытка ремоф кюрса. Вообще у нас есть, да? Три штуки. Снимаем ремоф кюрса. Хендексы выбрасываем. Вообще нафиг не нужен. Что мы возьмем в руки? Став оф энерджи, наверное. Став оф энерджи. Что он дает? Став оф энерджи. Давайте прочитаем. Став оф энерджи, давайте прочитаем. Эта магия может быть ченнеллит. Для того, чтобы не было. Убирает голод. Вообще нету голода. Отлично. И можно ченнеллить. Но это на его окна В, наверное, нажать, да? Да, нет. Юз. Левт клик, юз. Я не помню, ченнелл возможен здесь или нет. Через став оф энерджи. Что это вообще такое? Сейчас я быстренько на вики найду. Став оф энерджи. Магический посох. Он убирает полностью голод. Ага. Минор ченнелл обилити. Супер. Да, его нужно и вучить. То есть использовать эвакейшн. И восстанавливать одну-три маны. За счет 50 насыщения. То есть за счет еды. Понятно. То есть нам нужна еда, чтобы была. Тогда мы можем с помощью еды... Но еда-то будет. Мы будем кого-то убивать, правильно? Восстанавливать энергию. Это хорошо. И вакейшн нам нужен. Вообще, по идее, нужен. Так вот, включим. Ну, неплохо. Мы почти готовы нагибать. Идем вперед. Господа, вперед за следующую дверь. Все спят. Тихий час, видимо. Огненными заклинаниями огненного импа бить. Такая вообще плохая идея. Вихумет дарует мне знание шока. Я левелапаюсь. Надо сначала забить тролля, потому что тролль реально опасный тип. Наверное, флеймтонг лучше. Зет. А. Ой, звезда. Сейчас склею ласты, господа. Как быть? К чему картинка с икоркой заморской? Ну, на самом деле, уже ни к чему. Пора его брать. Все. Нет никакой икорки заморской. У тебя есть свиток. Конжур надо было. Конжур флейм, да, перед ним нужно было поставить. Блин. Туплю. Угу. Я умер. Но мне понравилось, уже неплохо. Давайте за другого кастера. Не за дракония нам. А, например, за кого-то, кто может выжить хорошо. Вампира кастера. Хотя ему сложно будет выживать. Айс Элементалист, например. Или Эф Элементалист. Эф Элементалист на самом деле лучше. Потому что там заклинание земли довольно прикольное есть. Стон Скинг посыл. Стон Эрол. Вот это вот на третьем уровне неплохо. Ты просто устал играть Рейгун. Да, наверное. Если взять Высшего Эльфа, у него в Эр Мэджике на начальных уровнях подходящий спел есть. Хорошо. Не-не-не, куда икра ушла, говорит Эмилий. Ну, она обещала вернуться, не волнуйся. Так, а что мы можем заюзать? Сэнд Бласт. Нормально. Этих вручную забил. Ой-ой-ой. Ага. Сэнд Бласт. Сейчас прям размечтался. Ну, маны еще немножко. Ну, что ж такое-то... Ланхилл Вунс. Не помогает. Фух. Дринк Блод. Нет. Нам не нужно пить кровь, в принципе. Сейчас. Да. С вампиром, знаете, какая история. Вампиры не едят мясо, они пьют кровь, и они могут на определенном уровне, по-моему, на шестом научиться создавать поушины крови из врагов. Вот. Безыкрынный торт. Торт с икрой. Хорошая штука. Ну, я сейчас умру. Ну, я сейчас умру. Да, я умер. А что-нибудь кровь дает? Да, у вампиров есть такая механика, как жизнь и нежить. Но они могут становиться живыми и неживыми. Вы, когда пьете кровь, вы становитесь более живым. А когда вы временно, ну, долго, точнее говоря, не пьете кровь, потихонечку высыхаете, у вас появляется жажда, вы становитесь более живыми. Нежить. Нежить дает вам бонусы нежити. То есть резисты к яду, к холоду, к негативной энергии, но при этом вы перестаёте регенерировать. Там это определённое количество стадий имеет, градации, когда вы не совсем нежить, ну, не совсем живой, скажем. Корный тортик, да у тебя купеческие замашки, небось, твои проходы. По Волге-матушке ходят, их проходы. Если бы, если бы. Так, ещё раз. Кто у нас хорошо будет выживать? Нага. Нага. Веном Мэйдж. Да. Вот это хорошо. Пушина крови быстро портится. Вообще не ясно. Говорит, Бериал, как вампиром играет Низакику. Ну, не знаю. Не знаю. Я играл как-то, почти прошёл, потом гуфнулся в зоте. Ну, это потому, что я ещё был нубом таким, неопытным. В этом забеге самый цимис в рандомном персе. Что у нас есть? У нас есть стинг. Ага, окей. Чё, меня мышка насилует? Здравствуйте. Вы умираете. Окей. Я не выпил пушин. Ну, дайс, ну ты нуб вообще. Так, давайте. Это не считается. Мне понравилось за Нагу. А давайте за Дипдварфа. Некромансера. Лёв и Менталиста. Не, некромансер, конечно же. Чем хороший Дипдварф. Тем, что он очень устойчивый. Чем плох Дипдварф. Ну, тем, что он не регенит. Вообще. Вообще, только один коридорчик. Но это потому, что такой челлендж. А коридорчик, кстати, не один. Ну, судя по всему, вот здесь вот что-то есть ещё. То есть, как бы коридорчик, а потом на другую коридорчик заменится. Может, вернёмся к классике, говорит командант. Но вернёмся обязательно, но позже. Сейчас я прям не хочу к классике возвращаться. Тут прикольно. Мне нравится. Летущая мышка. Зараза. Регенит. А мы нет. Так, булаву в руки возьмём. Или дубинку. Надеюсь, она нормальная. Да, просто обычная дубинка. Она нам пригодится. Второй левел. Я забываю, что нужно менять вначале всегда скиллы. Так, что нам нужно? Доджинг. Да, нужен. Файтинг. Нужен. Армор пока не нужен. Спилпастинг. Тьфу ты мать моя. Спилкастинг, конечно же, не нужен. Привет, говорит Виглов. Сразу Space Station 13. Вспомнил, как увидел. Ну, есть что-то общее у них. На самом деле, жанр там, по-моему. Тут же близок к Ругюлайку. Сейчас мы гуфнемся. Только перед этим, наверное, выпить по уши нужно. Я гнию. Я уже умираю. Кьюринг юзу. Берсерк. Чёрш. Есть третий левел. Повышаем инту. Конечно же. Четвёртый левел. Я медленен. Я немножко истощён. Я зайду сразу. Буду получать, наверное, божество. Чтобы быть некромантом. Какой лучше нам вариант? Кику, наверное. Да, Кику Баджа. Потому что он позволяет трупы призывать. И трупы нам будут нужны, чтобы поднимать нежить, наверное. Возможно. Или кто нам нужен? А, Мкалиб. Мкалиб за счёт убийства, по-моему, даёт возможность хилиться. Или кто-то из них. Вот я помню, кто-то хилиться давал. И сейчас я найду на Вики. Открою. Стрейтеже. Да, Мкалиб даёт хитпоинта за убийство врагов. Во. Супер. Кстати, насчёт того, что видел его гений из PS 13, то стримили же его. Куда стримы делись? Где нормальный PS 13, в конце концов? Так, подошли им к Калибу. Молимся. Не Мкалиб, а Макхлеб, на самом деле. Неправильно я его произношу. Да, Огонёнка даёт хил и демонов. Так это отлично же ж. Могилка с крестом разве не для некра? Нет, нам нужен отхил. У нас отхил, к сожалению, нет. Берём поушины. Сразу, наверное, выпьем. Хотя нет. Давайте замеморайзим кое-что. Вампирик дрейнинг. Очень хорошая штука. Меморайзим. Анимейт Дэд. Или анимейт Скин Литон. Анимейт Скин Литон, наверное. И тут выбор между анимейт Дэд и контролл анд Дэд. Контролл анд Дэд неплохо, потому что с анд Дэдом у нас с нежитью других способов просто нету справиться. Ладно, подумаем сейчас на эту тему. Посох Став оф Энерджи нам нужен. Потому что нам нужно будет восстанавливать энергию каким-то образом. Дварф определённо может шлемом воспользоваться. Их тут два. А где ботинки? Здрасте. Сейчас Мэл не нужен. И кольца Стрэнджи. Полный отстой. Где кольца Инты? А деды не скоро тут встретятся, говорит Акела. Ну окей, значит меморазием анимейт Дэд. Да ладно, потом вообще скелеты сойдут пока что. Чё нужно заюзать нам? Во-первых, эвакейшн нужно врубить. Вот так вот. Я думаю, он нам сейчас даже нужнее будет, потому что нам нужно восстанавливать чинель эту энергию. Потом выпить чьё-нибудь целительного. Хотя... Нет, перед стартом нужно пить обязательно. Вот полностью выпили. Ох, жесть какая. Так. А чё на него пейн не действует, а? Чё за жесть такая? И вот нас сейчас вот это тут шатает. Хилгайенд. Просто возьмёт и ушатает тупо. Что делать? Ну ману восстановить я могу, конечно. Установили немножко маны. Лучший хил в боге хила. И Вилона с одной звёздочки хил даёт. А он некромант очень не любит. Эти божества хорошие, добрые они очень не любят некромантов. Так, ну чё. По идее нам нужно убивать их как-то. У нас, кстати, палочки хила есть. Я совсем забыл об этом, потому что дают на старте дип-дварфам палочек хила. И заклинаний. Вампирик дрейм не очень хорош. Правда, спилхангер нет. Вампирик дрейм тем плохо, что мало гаманы требует. Есть шанс провала урона от него. И плюс ко всем прочим у нас хиппоинты полные. Пятый левел. Ивакейшн четыре уровня получил. Ну чё, поехали. Да. Не получается. Сейчас я сдохну. Подрынили. И вукнули немножко себе. Маги. Ничего себе вообще. Ванда в хилинг. Оп. Я умираю. Опасные, конечно, гиганты холмов. Но они появляются сразу же. Пока у меня уровня даже ещё никакого нет. Вот чё с ними делать? Скорпионы с флаутом меня преследуют. Да нет, это не скорпионы с флаутом. Мечаль, беда. Умерли. Окей, ещё одного слили. Давайте милишника сделаем. Тупого, тупого милишника. Ну это, кстати, добрался дальше всех. Пятый уровень получил. Редактор субтитров. Редактор субтитров.